В эфире программа «Территория закона» – главные события этой недели. Предъявили обвинение в мошенничестве, вернувшегося из отпуска бывшего главу Рязани Сергея Карабасова, задержали в столичном аэропорту Внуково. Нашли условного пропавшего. Следственный комитет провел совместные учения с волонтерами. Задержали браконьеров. Первые итоги патрулирования рек сотрудниками Росгвардии. Бывшего исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова задержали в столичном аэропорту Внуково. Задержание связано с делом об исчезнувшей детской площадке в лесопарке. Как дальше развивались события, расскажем в нашем сюжете. Сергей Карабасов пробудет в следственном изоляторе до 13 августа. Меру пресечения в виде содержания подстрашей избрал для него Басманный суд Москвы. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину он не признает. На заседании по делу Сергея Карабасова защита настаивала на мере пресечения, не связанной с заключением под стражу. Это было обжаловать в ближайшее время. Три дня у нас на обжаловании. Мы обжалуем. Приходит жалоба в Басманный суд. Они собирают этот материал, купонуются, направляют его в Мосгорсуд. И Мосгорсуд назначает уже дату рассмотрения. Напомню, рязанская журналистка на медиафоруме ОНФ рассказала президенту страны Владимиру Путину о детской площадке в лесопарке, которая якобы существует только на документах. Президент поручил заняться этим делом главе СКР. Первые задержания прошли на прошлой неделе. Был помещен под домашний арест начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере. Вину он частично признал. Еще один фигурант дела Михаил Пузанов, возглавляющий фирму, которая выполняла работы по установке детской площадки в лесопарке Рязани, заключен под стражу. Рязанский ОМОН патрулирует водные объекты, ловят браконьеров, пресекают правонарушения на воде. С начала купального сезона уже было заведено несколько уголовных дел. За прошедший месяц сотрудники ОМОНа провели 8 рейдов. В рамках каждого выезда было отработано по 80 километров акватории, оки и прилегающей территории. В ходе последней операции, которая называлась Путино, было поймано два рыбака. Что примечательно, слово это обозначает массовый ход рыбы. На лучшее время для рыбалки. Рыбаки ловили при помощи рыболовной сети длиной 70 метров и высотой 1 метр. С помощью такого запрещенного орудия лова одному удалось поймать трех лещей, а второму одну плотву и четыре густера. Возбуждено два уголовных дела в отношении браконьеров. Материалы находятся на рассмотрении в суде. В Рязани пропал несовершеннолетний. К поискам срочно подключился следственный комитет и волонтеры. Учения в формате деловой игры провели следователи, чтобы еще раз отработать навыки по розыску пропавших детей. Какие современные методы они используют в работе, расскажем далее. За основу взяли типичную ситуацию. Пропал ребенок, мама звонит волонтерам. В Лиза-Алерт в первую очередь узнают информацию. Девочку зовут Диана, ей 14 лет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в поисково-спасательный отряд Лиза-Алерт? Да, все верно. Вы звоните в поисково-спасательный отряд Лиза-Алерт. У меня дочь пропала, сбежала. Возвращая поругались, и она убежала. У мамы узнают, что девочка была одета в короткое платье, в синебелую полостку, черные босоножки. С собой у нее была небольшая сумочка. Группа следователей отправляется в место, где в последний раз видели ребенка, домой. Дверь открывает маму. Первая группа просит показать комнату. Возможно, какие-то будут записки обнаружены несовершеннолетние, например, любовного содержания. Если, может, какие-то ссоры, также могут быть обнаружены какие-то компьютерные, либо технические устройства. Также можно будет отследить переписку, либо еще обнаружить. И плюс ко всему нам необходимо будет изъять генетический, можно будет изъять образец для сравнительного исследования, несовершеннолетия или производства стаднейшей генетической экспертизы. Вторая в это время беседует с мамой, выясняет, какие отношения были в семье. Девочка обычно всегда с мамой имеет определенный контакт, рассказывает про свои вещи. По словам мамы, девочка ушла из дома с телефоном. Это еще один шанс отыскать ее, используя данные сети. Маму просит написать дочери в соцсетях. На вопрос, где она отвечает, со мной все хорошо и выходит в офлайн. Произошел домашний конфликт между мамой и дочерью, связанным с тем, что мама не отпустила дочь с неизвестной ей подругой встретиться. Вероятно, может находиться вместе с этой подругой, установленный клим. К возвращению группы на базу волонтеры успевают подготовить и распечатать листовки, распространяют информацию в социальные сети и ждут, когда начнут работать репосты. По хэштегам с фамилией и именем можно отследить все посты. Среди комментариев могут быть ответы тех, кто видел пропавшего ребенка. В местах, которые укажут свидетели, следователи могут использовать современную технику, чтобы отыскать пропавшего. Техникой есть поиск видеокамер, в том числе скрытых. Мы знаем, что в городе есть и камеры охраны телевидения на улицах, банках, есть система безопасного города, принадлежащая городу. Есть частные камеры домофонов, видеорегистраторов машин. В принципе, для понимания маршрута движения пропавшего человека, возможного направления его движения, нам эта информация даже крайне важна. Через соцсети поступает информация, что девочку видели у одного из торговых центров. Группы направляются туда, чтобы опросить охрану и прохожих, которые могли ее видеть. Ну, я не видел, но, конечно, это было. А компания из Мадыка? Не знаю. Даже не знаю. А где обычно в таком центре? Ну, на третьем этаже. Опрос свидетелей дает результат. Девочку видели. Она шла от торгового центра в сторону перекрестка. Возможно, перешла дорогу к улице Вознесенской или пошла в парк. Группа принимает решение поискать в парке. На входе они замечают девушку, одетую, как описано, в ориентировке. Это не вы? Нет. Это очень похоже. Да, вы не видите, что я. Это очень похоже. Ну, как же не вы, так? Очень похоже. Ну, возможно, может быть. Да. Документов у девушки с собой нет. Звонить маме она отказывается. Волонтер, чтобы подтвердить личность, делает снимок и отправляет маме. Мама пишет. Это ее дочь. Поиск совершился успешно. Девушка была идентифицирована. И, соответственно, будет доставлена сейчас родителям. По статистике, в 2018 году в Рязанской области в поисковый отряд поступала информация о поисках 38 детей и подростков. Все они, как и во время этих учений, были найдены и возвращены родителям. Поиск в городе – это один из самых распространенных наших поисков. Поэтому мы отрабатываем задачи. Во-первых, это всегда очень полезно для нас – посмотреть на качество своей работы со стороны, посмотреть, где мы можем развиваться. Во-вторых, это важно. Мы всегда ищем совместно с правоохранительными органами. Если мы говорим о несовершеннолетних, то это обязательно вместе со Следственным комитетом. Поэтому здесь у нас есть прекрасная возможность продемонстрировать, как работаем мы, посмотреть, как работает Следственный комитет и отработать взаимодействие. Участие в учениях принимали молодые следователи. Их включили в каждую группу, чтобы они могли посмотреть, как действовать в таких ситуациях. После учений материал будет проанализирован, выявлены все ошибки и недочеты, а сам материал войдет в базу учебных пособий. Игровые автоматы в жилом доме установил 37-летний рязанец, чтобы заработать. Борс существовал запрещенный бизнес недолго. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Эти кадры оперативной съемки сделаны сразу после задержания. Игровое заведение в одном из домов по проезду речников города Рязани открыли в марте этого года. В зале находились 10 игровых автоматов. Играть сюда приходили исключительно знакомые, организаторы заведения. В ограниченный клуб клиентов входили знакомые подозреваемого, которые пропускались в зал конспиративно. В ходе расследования по изъятые игровые оборудования будет изучено. После этого будет приобщено в качестве учительственных доказательств по материалам уголовного дела. И уже при направлении дела в суд, судом уже будет дана оценка, куда его необходимо будет идти. Московским межрайонным следственным отделом города Рязани, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в организации и проведении азартных игр. По части 1 статьи 171.2 уголовного кода Рязанской Федерации и по данной статье наказание предусмотрен в виде лишения свободы до двух лет. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и суммы полученного дохода. Расследование уголовного дела продолжается. Еще один клуб с игровыми автоматами, деятельность которого прекращена, находился на улице Интернациональной. В зале находились 15 игровых автоматов. Организаторы игорного бизнеса задержаны. Игровые автоматы были изъяты. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и суммы полученного дохода. Сел пьяным за руль, попал за решетку. Железнодорожный суд Рязани приговорил к реальному сроку мужчину, который в третий раз за год нарушил закон. Кроме того, его лишили прав на три года. Впервые мужчину задержали в нетрезвом состоянии за рулем в июне прошлого года. Ему было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Его лишили прав на полтора года. Уже в декабре 2018 года он снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Во второй раз его приговорили к обязательным работам сроком на 180 часов. В этот раз лишением прав дело не ограничилось. Мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Очередная поездка за рулем в состоянии опьянения состоялась в феврале этого года. Он управлял автомобилем в ВАЗ, находясь в нетрезвом состоянии. Его задержали сотрудники ГИБДД. Согласно акту о свидетельствии на состоянии алкогольного опьянения, концентрация паров эталона в выдыхаемом воздухе составила 0,771 мг на 1 литр. На суде мужчина свою вину и причастность к совершенному преступлению признал в полном объеме. Однако это не помешало суду признать его виновным в совершенном преступлении. Приговором железнодорожного районного суда города Рязани 27 мая 2019 года признан виновным в совершении преступления предусмотрено статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено доказание по совокупности приговоров в виде двух месяцев лишения свободы с добыванием в колонии поселений с решением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами с сроком на три года. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован. В региональном ОМВД обратились к жителям с просьбой соблюдать закон при предоставлении жилья мигрантам. Далее расскажем, что нужно делать арендаторам, сдающим аренду жилье. Остается напомнить, что за нарушение закона грозит штраф. Сдать жилье мигрантам может любой житель области. Для этого каких-то особенных разрешений не требуется. Регистрация не дает проживающим никаких прав на жилье и квартплату. Платить в большем размере не придется. Данные не передаются в ЖУ, отмечает в региональном ОМВД. Арендатору нужно прийти в управление по вопросам миграции, по месту нахождения помещения, либо в многофункциональный центр и предоставить пакет документов. В планах заполнено уведомление о прибытии на данную иностранную гражданину. Непосредственно документы, утверждающие вашу личность, документы, подтверждающие право пользования и документы на иностранную гражданину, такие как документы, утверждающие личность данного иностранного гражданину и миграционную карту при ее наличии. Управление по вопросам миграции проводит рейды по помещениям, где зарегистрированы такие квартиросъемщики. Часто выезжают по жалобам жителей, которые сообщают, что в их доме в одну из квартир заселились выходцы из бывших союзных республик. Тем, кто сдал жилье, а поставить на учет таких квартиросъемщиков забыл, грозит наказание. Предусмотрена часть 4 статьи 18.9 входит в административных правонарушений, которые влечут наказание в виде административного штрафа от 2 до 4 тысяч рублей за каждого иностранного гражданина. В случае предоставления помещения гражданину, который находится на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства, также предусмотрена административная ответственность и штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Как отметили в пресс-службе регионального ОМВД, Рязанская область всегда радушно встречает законопослушных иностранных граждан. Родственники погибших сотрудников ОМОН и вневедомственной охраны побывали на приеме у генерала армии Виктора Золотова. По традиции, мероприятие прошло в дипломатическом фойе Государственного Кремлевского дворца. Вдовы и родители ста погибших при исполнении служебного долга военнослужащих и сотрудников Росгвардии были приглашены на торжественный прием в Кремль. Они встретились с директором Федеральной службы войск национальной гвардии, главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации, генералом армии Виктором Золотовым. Ничто не может сравниться с горечью утрат и болью потерь родных и близких с вашей болью. Тех, кто потерял своих мужей, своих сыновей. Мы делаем все возможное для того, чтобы компенсировать вам в какой-то степени их потери. Мы передаем большое значение заботе о вас. Напомню, что под опекой Росгвардии находятся более 5,5 тысяч семей. Среди них мать сотрудника рязанского ОМОН Владимира Левина, который погиб в апреле 2003 года в Чечне. Он удостоен ордена мужества. Посмертно. А также вдова сотрудника вневедомственной охраны Рязани Романа Лукьянова, которого 20 лет назад застрелили при задержании банды преступников в одном из магазинов. Он также посмертно удостоен ордена мужества. Мы родители, родственники, сначала даже не знали, а что будет, так сказать, новая структура, новое руководство, новые заботы. За нас не будет. Но, казалось, нам даже не удалось, не было времени посомневаться. Буквально с первых дней мы были огражены вниманием, нам позвонили, с нами познакомились, нас взяли во свое крыло. Напомню, что Росгвардия образовалась в 2016 году. В новое ведомство влились отряды ОМОН, СОБР и других специальных подразделений МВД. Войска Национальной Гвардии занимаются обеспечением безопасности общества и граждан в стране, борются с терроризмом и экстремизмом. Однако не без потерь. За последние три года 18 военнослужащих и сотрудников погибли при выполнении служебных боевых задач. Галина Кудряшова, телекомпания «Город». Это была программа «Территория закона». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин